Ну, безусловно, это формировалось прежде всего из запросов населения, особенно молодежи, на встречах и с работниками Артема Гресса, это звучало очень явно, и с другими молодежными коллективами, а если будущего молодежи. Поэтому столичные функции прежде всего важны для молодого, нового поколения, где они могут видеть перспективу работы уже в учреждениях межрегионального уровня, не только на краевых площадках, то есть это административные, различные территориальные органы, федеральные, это энергетические компании, это и те крупные компании, которые сегодня так или иначе располагаются в других субъектах, это перенос офисов. Ну и, соответственно, это уже и социальный, и карьерный лифт для нашей молодежи, которые могут ориентироваться на то, что здесь они смогут продолжить свою работу и достичь определенных вершин. Это возможности уже и больше налоговые, и расширение географии работы компаний, не только там, Дальний Восток сейчас же прирос еще и Бурятия, и Забайкалья, вот, поэтому география расширяется, поэтому и возможности, соответственно, расширяются. С расширением географии. Ну и, конечно, если брать, допустим, по самой столице Владивостока, как столице ДВФО, то это, конечно, ко многому обязывает. Это обязывает к тому, чтобы наш город приходил в соответствии со столичными функциями и в благоустройстве, и в дорогах, и в автобусах, вот, во всем том, что видят жители, что видят гости, с тем, чтобы мы каждый год видели какие-либо улучшения. Вот, и здесь очень много работы. Ну и, с другой стороны, эти столичные функции будут непосредственно позволять и федеральному бюджету выделять денежные средства на поддержание функций столичного города. Поэтому я уверен, что это дополнительные деньги, которые придут в Владивосток, которые придут в край. Вот, и для нас это очень важно. Это мы в краевом бюджете будем предусматривать для столичного города определенные денежные средства. В этом году мы уже в два раза увеличили, вот, то есть деньги на город, вот, на комфортную среду. Вот, то есть мы, вы знаете, что за счет краевого бюджета сейчас передаем городу и спортивные, и детские городки. Вот, поэтому, безусловно, это и строительство новых музыкально-театральных центров, которые позволят людям, занимающим искусством, культурой, видеть перспективы уже там своих высших достижений, вот, то есть и консерваторий, и хореографических училищей. Это и выставочные центры, которые здесь будут представлены ведущими непосредственно музеями, вот, то есть и русским музеем, Эрмитажем, Третьяковкой, музеем Востока. То есть это возможность привлечения иностранцев на территорию края. Ну, а мы, в общем-то, являемся восточными воротами страны. Мы сегодня, по сути, несем уже эти столичные функции. Здесь проходят и саммиты, здесь встречаются руководители государств. У нас самый густонаселенный регион, вот, то есть у нас незамерзающие порты, близость к странам АТР, вот, и у нас очень хороший потенциал, и люди, которые всегда, по сути, были лидерами, сегодня это историческое право вновь вернулось в Востоке. Олег Николаевич, есть уже представление, какие ведомства могут открыть здесь свои офисы федеральные, и где они могут разместиться? Есть сегодня, но, безусловно, это начнется с Дальневосточно-федерального округа, и сегодня идет подбираться здание. Вот, это, безусловно, и административные органы, и суды, и те федеральные, территориальные органы власти, которые сегодня находятся и в Хабаровске, и в других городах. Это дальневосточные, энергетические, сбытовые компании, те, кто работает сегодня тоже за пределами нашего региона. Это крупные компании, которые сегодня имеют офисы тоже в Хабаровске, вот, поэтому для них Владивосток более комфортен, более удобен, вот, с хорошими климатическими условиями, с прекрасными видами, поэтому я думаю, что они с удовольствием сюда и переедут. Ну и у нас есть те здания, которые освобождены были после, скажем, переноса ряда учреждений образования в ДВФУ. Вот, сегодня они пустуют, мы это видим, вот, то есть, поэтому сегодня идет учет и реестр, и анализ, вот, и в дальнейшем, сейчас после выхода указа, будет образована и рабочая группа, вот, из полпредства, из администрации края, из Росимущества, которое будет проводить анализ и уже далее, значит, распределять здания по учреждениям. Конечно, это новые рабочие места, причем в большей степени это будут наши приморцы, поэтому для нас это очень хорошо и, бессловно, это и ремонт этих зданий, которые сегодня нуждаются в этом, значит, и требуют. И, в целом, это новый шаг в развитии города и края. Олег Николаевич, какое будет Ваше первое решение с переносом? Мы уже такие решения принимаем, увеличивая финансирование городу, увеличивая количество тех площадок, которые должны появиться в городе. Бессловно, сейчас задача сделать так, чтобы ремонтные работы, которые будут проводиться в летний период, выполнялись качественно в срок, в ночное время. Вот, с тем, чтобы было организовано соответствующее автобусное движение и в нашем городе все-таки начиналось меняться что-то в лучшую сторону, с тем, чтобы действительно жители могли ездить на хорошем транспорте. Вот, то есть, с водителями, которые отвечают всем требованиям. Поэтому сегодня уже работа идет. Сегодня и Министерство природных ресурсов, вы знаете, выделяет денежные средства на очистку бухты «Золотой рог». Оно в пять раз увеличивает финансирование по программе «Чистая вода», что очень важно для каждого жителя. Вот, сегодня начнется с января финансирование программы переселения из непригодного аварийного фонда. Вот, ну и, безусловно, те новые стройки, те земли, которые сегодня переданы краю, вот, они послужат в том числе в развитии края. Они будут непосредственно создавать условия, при которых граждане живущие, бюджетники, молодые семьи в Владивостоке хотя бы будут иметь перспективу получения жилья. И это, конечно, задача связана с тем, чтобы надо решать и накопленные проблемы. Это я имею в виду дольщиков, поэтому мы заложили в бюджете и гарантии на достройку снеговой пади. Вот, по другим дольщикам тоже были приняты решения, и они заложены в бюджете. Вот, поэтому те рабочие вопросы, которые касаются как раз города Владивостока и решения накопившихся проблем, мы уже начали решать сегодня и сейчас, не ожидая, там, каких-то, скажем, политических решений. Вот, и все это найдет отражение уже в бюджете 2019 года, который мы будем принимать в ближайшее время. Игорь Михайлович, сегодня состояла встреча с делегацией Господа.